главный слепой дайвер страны прибыл здесь куча дайверов палаточный городок мы прибыли на константиновские карьеры всем известные пахнет сосной солнышко погода кайф отправляемся дальше нас уже ждут где-то главное найти нашу группу инклюзивную смотрите сколько людей вокруг просто толпень инклюзивная вечеринка и это говорит о том что друзья до жизни все возможно можно погружаться будучи слепым слабослышащим человеком на коляске человеком с более серьезную там нечувствительной сюда то есть шейники также могут плавать это очень здорово это настоящие живые яркие эмоции впечатления которые конечно же человек с инвалидностью не так-то просто получите мастера даются вот такую настоящую мечту под водой так сейчас я поздороваюсь так ребята кто тут у нас александр который готов александр как настрой как ощущения любите летать парить да ну отлично значит вам понравится потому что ощущение схожи с невесомостью ты не бойся уже наверняка блин вода-то холодная тут встретишь знакомого товарища гриша ты где я дать они залезу у меня шорт короткий как раз по колено но все я уже на предель возможности войне не у тебя сантиметров 10 есть были вода от холодный чет сидишь расскажи на гриша кстати будущий участник нашего интересного проектор про инклюзивный дайвинг очень хорошо сейчас сходили с одним парнем у него очень хорошо получается что он даже способности к дайвингу было очень приятно наблюдать как у человека с первого раза все получается вот я просто плавал рядом так вот показывал что давай плыви за мной ты сопровождал да получается а кто с вами еще кто-то был в группе да конечно с нами было два инструктора которая контролировать да что все было хорошо да а я ну я как бы там был не нужен и мне лучше здесь чем вот там то есть тут ты чувствуешь большую свободу дальше я во-первых не в коляске не это уже радует очень да но это такой сильный как говорится эмоциональный момент для любого человека с инвалидностью когда ты вот так вот паришь дышишь да там под водой ты свободен функционален можешь плыть туда-сюда и двигаться без особых ограничений чувство свободы чувство полета вообще без ограничений абсолютно никаких в воде ограничений не существует расскажи по какому поводу мы вообще здесь собрались что ты сегодня здесь делал но сегодня здесь у нас был проходил так скажем челлендж дверь дайвинг без границ вот погружали людей с инвалидностью с различными видами инвалидностями знакомили их с дайвингом я принимал участие в этом проекте как опытный дайвер с инвалидностью вот показывал своим примером что ну как бы можно не просто вот здесь вот нырнуть да и на этом все закончилось можно учиться дальше заниматься покорять глубины я считаю что под водой вообще нет никаких ограничений для нас ты плывешь вообще абсолютно в любом направлении куда хочешь вот соответственно ты без коляски да тебе ничего тебе не ограничивать ни с какой стороны хочешь вниз хочешь вверх да в этом плане даже как бы ты можешь хочешь полетел хоть что ну ограничивает только содержание кислорода в баллоне если есть саппорт который принесет вовремя тебе запасной баллон то тебя в целом ничего все равно и в этом плане ограничить на карьере мы показали что в целом вот любой водоем может быть доступен да но есть такое мнение что вот тут на карьере недоступен вот пожалуйста сегодня было столько людей и как бы эти все горы все что угодно да вот это все смогли и даже туалет доступные здесь есть на берегу карьеры для меня это лично очень удивляет на берегу карьеры есть доступный туалет и заходишь раковина там и в руки все воспользовался вообще это вообще круто ребята тут подрядили сразу же пандус сделали вообще туалет был хороший еще и панус появился и вообще все 33 удовольствия как говорится ты их снаряжение дайверов посмотреть сколько тут интересных всяких штучек много я даже вот не знаю для чего это нужно тут какая-то жесткая часть система это видимо сухарь что точнее это сухой костюм он такой плотный и вот погружение в сухом костюме мне тоже нужно будет познать обучиться это история нужна чтобы погружаться прям холодных водах в экстремально холодных то есть он сохраняет внутри твое тепло и не пропускает влагу соответственно можно пододеться снизу под костюмом и будет вообще комфортно круто технологии на самое главное сухаря это научиться гонять пузырь если научиться управлять пузырем по большому счету никакой глобальной разницы от мокрого костюма нет туда же тебя не перекручивал там не вертел ну как как она погружение это знаете мне очень было страшно изначально поймать этот волну наверное вот именно сам момент когда ты уходишь под воду должен забыть дышать ностом вот это все я вроде как и дышу вроде и нет и не думаешь что делать но потом все хорошо в принципе очень очень мне понравилось впечатление конечно необъяснимо поначалу конечно я маленечко разволновался маленечко и волнение и страх чуть-чуть присутствовал а потом ребят хорошие инструктора все рассказали раздышался и пошел потихонечку дать он прохладненько оказалось пока я чувствовал ничего здесь на суше что-то прям ну а по ощущениям полета что-то такое схожее было невесомости полета не падение постоянно да 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 давай везду заберу сегодня в тверском дайвинг клубе вот руководитель вадим поприветствуем наших подписчиков меня зовут вадим шатащенко я всю жизнь ныряю под воду сколько себя помню мы сегодня погрузили ребят и незрячих то есть тотально слепых ребят слабослышащих кто не слышит ребят на коляске был даже один человек с травмой шеи шейного позвонка то есть он по сути наверное самый такой сложный сегодняшний дайвер был потому что его нужно было контролировать с одной стороны она же как бы состав представляет ну некий вроде бы риск да но при этом вода же и лечит и компенсирует многое поэтому а у тебя и семья тоже дайверов здесь бегал мальчик который снимал под воду это мой сын который но с камерой нырял и снимал это мой сын а помогает ходит от мама ну собственно мама до сих пор ныряет как родилась идея организовать это мероприятие событий вообще заняться развитием инклюзивного дайвинга ну у меня уже был опыт я погружался с ребятами с ампутированными контей конечностями ну и мне захотелось повторить это то есть я никогда эту неделю не оставлял вот кроме того у меня друг мой достаточно близкий он без руки вот он учил меня кататься на сноуборде а я его нахал под водой ужик у нас есть уж живет да он всегда плавает уж плывет сзади за на вот он плывет и всегда когда я увижу он плывет справа налево и вот представляешь вообще как дальше должен развиваться в идеале ваша дайвинг-центр в целом да то есть есть общее понимание какие-то нюансы мы как видели очень быстро реагируем то есть что-то нужно мы делаем то что нужно то есть я рассчитываю на вашу поддержку когда будем снимать фильм вы уже имеете опыт погружения с людьми с инвалидностью у нас наша одна из наших но фишек что много кто в россии ныряет под лед на самом деле много кто из ребят и инструкторов и дайв-центров которые темах но мы на этом специализируемся это наша ну как бы отличительная фишка какой ты видишь будущее вашего дайвинг-центра то есть даже очень хорошие дайв центры которые знаменитые хорошие они бывают занимают такую маленькую площадь это всего лишь как бы некое маленькое помещение для хранения там снаряжения компрессорная какой-то класс вот в наших холодных условиях нужно больше это помещение для переодевания теплые помещения где можно сидеть то есть это как раз специализированные помещения они небольшие по размеру и они уже у нас есть вот в этом году они уже появились нужно еще помещение более такие для тепла для того что где сидеть собираться я думаю что тверской дайвинг-центр может стать абсолютно инклюзивным и принимать еще и огромное количество ребят с инвалидностью и салом для московского региона нет вот такой локации где дайвера могут круглогодично оттачивать свои навыки вот в открытой воде мне кажется перспективы очень большие поэтому я желаю только успехов развития и еще раз хочу поблагодарить за сегодняшнее событие потому что я сам устраиваю часто инклюзивные яркие ивенты мне кажется сегодня все прошло очень круто и все просто остались под впечатлением вот я желаю развития я вот в длинном костюме для холодных погружения но это еще не сухой костюм так что не путайте он полное снаряжение и в нем честно говоря жарковат поэтому пойдем погружаться скорее а то и так потеряли очень много виду не находили жареных не находили на приятное ощущение приятно дирьков иван благодарность выражаю вам как организатора проекта облудов челлендж за активное участие и бескорыстную помощь проведение просветительской акции тверь дайвинг без границ благодаря вам всей вашей команде организаторов и татьяне люди с инвалидностью проживающих 3 и области убедились доступности для них дайвинга и возможность совершениями подводных путешествий с рождения человек возлагает на неподъемную ношу на свои плечи но стоит погрузиться в воду океана и ты свободен спасибо спасибо я надеюсь что мы закончим все для обучения а вот еще тебе благодавность от единой россии и спасибо спасибо большое можно я скажу кстати пару слов вот на самом деле я сегодня ходил снимал и более судьбы моя помощница как раз таки сегодня погружалась и не снимала это такой как когда ты видишь что люди просто немножко в шоке от того что с ними случилось их как взяли так перевернули с ног на голову подарили им яркие эмоции кто-то мог говорить кто-то не мог кто-то был под впечатлением но у каждого это просто был настоящий вулкан и это чувствовалось этим наслаждаются здоровые люди но для людей с инвалидностью это в особенности важно нужно чувствовать себя свободными полноценными в какой степени независимыми и дайвинг это тот вид в котором можно с любой на залоге почувствовать себя самодостаточным независимым каким-то свободным это очень круто я вообще желаю тверскому дайвинг центру всякого рода процветания динамичного и чтобы конечно же тема инклюзии у вас росла развивалась но и надеюсь что еще не раз здесь окажемся спасибо всем за такой радушный и еще разок